Всем привет, с вами я Алиса. Только что Мотел обрадовал фанатов Монстр Хай новым интересным набором с Клео Даниил и Гулией Елпс. По данным Монстр Хай, сет является эксклюзивом интернет-магазина Мотел Шоп, наподобие Фенигана Уэйка, за которого проголосовала большая часть лаверов. Никто не исключает, что набор может быть и Комиконом, ну или же таким эксклюзивом, как Фрэнкиштейн Гоуст Бастерс. Но, честно говоря, вероятность, что это Комикон, крайне-крайне мала. Сет можно начинать ловить 19 июля 2017 года в интернет-магазине, как раз в день открытия Комикона в Сан-Диего, в США. Конечно, после ребутовских кукол, полностью не шарнирных, куклы очень даже годные и крутые. Клео с Гулей уже второй раз за всю историю Монстр Хай выпускаются вместе. Напомню, что сначала они были в стареньком наборе Classroom. Эксклюзивы 2017 года, скорее всего, со старой рисовкой. А многие аксессуары кукол, к сожалению, повторяются. Например, очки Гулей уже миллион пятьсот раз были в других сериях. Сумочка Гулей, как у Вебореллы, я люблю моду, но с другим принтом. Обувь у монстрешек также повторяющаяся, а мейк Клео Даниил, на мой взгляд, вообще является смесью макияжа Клео Даниил Хэллоуин и Буйорк Буйорк. Тем не менее, такие детализированные аутфиты и, наконец, что-то очень приближенное куклам Дори Бута, что является огромной ностальгией и радостью для фанатов Монстр Хай с самого начала. Напишите в комментарии, нравится ли вам этот набор и хотите ли вы его в себе в коллекцию. Ну а нам остается ждать финальных кукол в коробках и радоваться жизни. Еще раз всем привет, кто не отключился. В этот солнечный летний день, хотя у меня за окном два часа ночи и далеко не солнечный день. В общем, сегодня мы будем распаковывать вот эту коробку с куклами. Не забудьте нажать на красную кнопочку и колокольчик под видео, то есть подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. А если вы досмотрите видео до конца, то там будут кликабельные ссылки, где я подобрала для вас самые интересные рубрики канала Белевикс. Ну а теперь, если вы уже поставили лайк на это видео и подписались на канал, можно распаковывать эту посылку. И на помощь мне приходит этот резак. Резак всегда со мной. Кто рукожоп? Я! Ха-ха-ха-ха-ха! Так, ладно. Ого, как я вижу, тут очень много кукол и вещей разных марок. И начнем, пожалуй, из самого важного. С той самой детальки, которую просто, ну, невозможно не полюбить. Так, вот она находится тут. Смотрим. Вы посмотрите, тут прячется в этом пакетике что-то очень маленькое и миленькое. Но, знаете, весь прикол в том, что я это не заказывала. Ну ладно. И вы посмотрите, какая это милота. Ой. Ой. Это же My Little Pet Shop. Какие большие глаза, которые смотрят на меня и вас. Такое ощущение, что эта зверюшка что-то у меня просит. С такими глазками, какие делает кот в сапогах из Шрека. Судя по всему, мне решили положить эту кроху в подарок. А кто подарил, неизвестно. Кстати, я давно увлекалась петшопами. У меня даже есть пару домиков и маленьких приютов для них. Так что эта улыбающаяся зверюшка будет отличным дополнением. А, собственно, на этом-то посылка закончилась. Самое главное, мы достали. Больше тут ничего нет. Хе-хе. Шучу. Давненько я не доставала кукол Monster High из посылок. Уверена, что вы соскучились уже по ним. Собственно, я тоже не исключение. И так. Интересный момент. Я сразу достану две куклы, потому что зачем разделять таких милашек? Секунду. У-ху. Итак. Честно говоря, я уже видела этих куколок в магазинах. Поэтому особого ора сейчас они у меня не вызывают. Но когда я их увидела, такая... Вау. Но мне они безумно нравятся. И я сверхдовольна такими монстряшками. Это Лагуна Блю и Клео Данил из новой базовой волны. Очень рада, что куклы полностью шарнирные. А еще, когда я была в магазинах, мне постоянно попадались куклы с кривой печатью, что, конечно, меня немного раздражало и огорчало. Я так парилась за своих. Но в итоге пришли очень ровные, я даже не ожидала такого. И да, хочу отметить, что ко мне пришли куклы второго выпуска с более компактными коробками. А еще тут в уголке уведомление 5 долларов за мультик Welcome to Monster High. Но в целом куклы вышли отличными. Клео вся отдает золотом, с выразительными бирюзовыми глазами, с молдированными бинтами на теле, а в комплекте клевая сумка в форме пирамиды. Прикольно, что на арте задней части коробки нарисована Клео с желтыми прядями, а на самом деле у нее просто золотой люрекс. Кстати, такой цвет помады очень идет Клео Даниил. Ну а Лагуна Блю тоже красавица. Посмотрите на ее невероятно большие выразительные глаза. Это просто что-то с чем-то. На мой взгляд, у нее образ получился более спортивным. Это, конечно, не самые первые базовые Monster High, но и не те куклы без шарниров. Коробки размером с палец. Так что отличное пополнение. Ого! А сейчас я достану куклу для мамы. Причем она не из черной коробки, а из белой. Но кто смотрел предыдущие распаковки, тот поймет. А кто не смотрел... Почему вы не смотрели? И это кукла Барби Принцесс Старгейзер. То есть принцесса Звездочет от вам уже известного дизайнера Боба Мэки. Хотя, знаете, я вот что сказала и уже стала сомневаться насчет правильности того Старгейзер, как это переводится. Потому что в интернете написано, что это Звездочет. Но не всегда надо верить интернету, и он тоже может ошибаться. Название можно перевести как Мечтательница, но когда набиваешь на просторах интернета Старгейзер, то высвечивается сорт лирий. Давайте посмотрим на куклу и не будем долго болтать. Просто посмотрим и оценим. Оценили. Кукла, конечно, бомбезная. Тут ничего не скажешь. А мне нравится ее малиновый фон. Релиз этой куклы состоялся в 2014 году, а уже в 2017. Эта принцесса – фея невероятной красоты. Она одета в блестящий комбинезон с цветком на лифе и с огромными крыльями. И от этой детали я вообще в каком-то трансе. В хорошем смысле. Также мне очень нравятся эти аккуратные сапожечки на крохотных ножках. Что особо потрясло, так это настоящие накладные кукольные ресницы. А длинные фиолетовые волосы уложены в завивающиеся локоны. Ну а дальше в пасынке следует коробочка уже поменьше, чем вот эта беленькая. Но побольше, чем вот эти вот с куклами. Уверена, прям вот чую, что там прячется какая-то интересная кукла и очень уж клевая. Так что давайте смотреть. Вау, я тащусь из этой коробки. Просто шикарная. Итак, мы видим The Pirate. Ну и смотрим, собственно, что там за пайрат. Ух ты! И это кукла золотого лейбла от Барби. И действительно, такая детализация, все на высоте. Клевый бархат, клевые сапоги. Шикарно. Шикардятина. Шикардос. Я тащусь от коробки. Она сделана по типу бокса Сирис Вульф Комикона 2014 года. Стилизация под книгу очень впечатляет. Ух ты, даже с внутренней стороны коробки написана вот такая вот история. В то же время и сама кукла не промах. Это красивая пиратка, выпущенная в 2007 году дизайнером Чейроном Заккерменом. На абордаж! Кто сказал, что женщинам не место на корабле? Барби в образе отважной пиратки готова встать к штурвалу и плыть на всех парусах, навстречу приключениям и опасностям. Ее наряд восхитителен. Жикардовое пальто и голубые бархатные бриджи выполнены с большим вниманием к деталям. Белая блузка с кружевными оборками на рукавах и жабо выглядят очень романтично. Корсет – обязательный предмет одежды дам тех времен. Красная алая бандана, шляпа-треуголка, сабля, подвешенная на ремни и одна-единственная серга в виде золотого кольца – непременные атрибуты любого пирата. На ногах у барби-пиратки – великолепные сапожки с пряжками на каблуке. А еще у куклы сабли, чтобы отбиваться вот так – пиу-пиу-пиу. Ну это на джедаев похоже. В общем, такое сокровище достойно любого пиратского корабля. Обзоры на кукол Monster High Ever After Barbie смотрите на моем канале, так что скорее нажимайте на красную кнопочку и колокольчик под видео, то есть подписаться на канал, чтобы не пропустить новые рубрики и видео. Также напишите в комментарии, какая кукла понравилась вам больше всего и про кого вы бы хотели узнать больше из моего обзора. Ставь лайк и подписывайся на канал. Следи за моими соцсетями, страницей и группой ВКонтакте, а также инстаграмами. Ссылки тут или же в описании под видео. Всех вас очень-очень люблю. До новых встреч! Be cool and crazy! Пока-пока!